доброе утро коллеги с вами исаков роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день вторник 17 октября и начнем наш разбор как всегда с пары евро доллар на текущий момент тенденция на ослабление сохраняется после пробития минимальные значения которые мы видели 13 октября тенденция нисходящая по паре евро доллар сохраняется ближайшие цели по данному снижению находится в области 1 16 82 если говорить о возобновлении покупок то данный сценарий станет вновь актуален после обновления максимальные значения которые были зафиксированы вчера 16 октября в понедельник в области 1 18 19 а пара британский фунт американский доллар а в краткосрочной перспективе продолжает укрепляться на текущий момент ближайший уровень поддержки за которым нужно следить это область минимальные значения которые были зафиксированы вчера на отметке 1 32 25 уход ниже данного уровня и закрепление за ним вернет возвращают нас к продажам по паре британский фунт американский доллар на текущий момент покупки остаются в приоритете и ближайшая цель по восходящему движению находится в области 1 33 20 это максимальное значение которое было зафиксировано в пятницу на прошлой неделе после преодоления данного уровня уже движемся дальше на 1 34 11 пара американский доллар японская иена начала свое точнее делает попытки начать восходящее движение пока продажи остаются в приоритете но до тех пор пока пара американский доллар японская иена торгуется ниже отметки 112 29 это максимум который был зафиксирован вчера если иена сможет закрепиться за этим уровнем а то уже в краткосрочной перспективе у нас начнутся покупки то есть краткосрочное восходящее движение цели по нисходящему движению это область 1157 обновление минимальные значения которые были зафиксированы вчера пока продажи остаются в приоритете ну и после обновления минимум в области 1157 движемся дальше на 110 55 а пара австралийский доллар американский доллар сегодня с утра уже торгуется ниже минимальные значения которые мы видели вчера это область 78 42 поэтому на текущий момент в рамках краткосрочной тенденции мы можем говорить о том что на пара австралийский доллар американский доллар снижается цели по данному движению сначала закрепиться ниже отметки 78 32 и далее уже двигаться на 77 30 возобновление покупок по данному активу будет актуально после обновления максимальные значения которые мы видели вчера в области 78 90 а пар американский доллар канадский доллар продолжает свое восходящее движение которое начало которого мы отмечали в прошлую пятницу после обновления максимальные значения которые мы видели 12 октября а канадец продолжает пара американский доллар канадский доллар продолжают укрепляться ближайшие цели по восходящему движению это область 125 64 после преодоления данного уровня уже открывается следующая цель это 12602 возврат к продажам будет актуален после обновления минимальной значения в области 12458 минимум который был зафиксирован вчера а пара евро фунт на текущий момент продолжает снижаться ближайшая цель это движение в область 88 43 закрепление за данным уровнем и далее уже на 87 80 возврат к покупкам по данному активу будет актуален после обновления максимальных значений в области 89 23 максимум который а был зафиксирован на вчера в понедельник золото а сегодня с утра пытается обновить минимальные значения в области 1290 долларов за тройскую унцу если на золоту это удастся ближайшие несколько часов ну возможно в течение сегодняшнего дня то вероятно начало нисходящего сценария по золоту с целями движения в область 1260 долларов за тройскую унцу пока на если говорить о возобновлении о покупок то есть покупки пока остаются приоритете пока мы не видим закрепление ниже минимума 1290 если это произойдет то нам необходимо будет уже дожидаться для возобновления покупок ухода выше максимум который был вчера область 1305 долларов за тройскую унцию нефть марки бренд на текущий момент пока она продолжает находиться в восходящем тренде ближайшая цель по движению это область 58 79 обновление максимальные значения которые мы видели вчера ну а возобновление продаж будет актуально после ухода ниже минимальное значение которое мы видели вчера в области 57 69 с целями на 56 30 и 54 80 а по индексу dax все также мы видим а движение в диапазоне верхняя граница несколько сместилась это она текущий момент область 13 036 нижняя граница область поддержки это 12 тысяч 975 а если мы увидим не индекс dax ниже уровнем 12 тысяч 975 то мы сможем начать уже сможем увидеть начало нисходящего краткосрочного движения с целями в область 12908 но пока покупки по индексу dax остаются приоритете и я напомню что индекс так торгуется в области максимальных значений также по биткоину на текущем это мы видим торговлю вблизи максимальные значения которые мы видели за последнюю неделю максимум локальным в области 5824 на текущем и тенденция на покупку то есть на укрепление биткоина сохраняется а если говорить о начале коррекции начале коррекционного движения то она может быть актуально после преодоления минимальной значений которые мы видели а вчера эта область 5481 тогда начало коррекции и ее уже последующее завершение нам также сможет дать интересные точки для присоединения на покупку по данному активу и так коллеги всем спасибо за внимание с вами был исаков роман а также сегодня в 1130 то есть буквально через полтора часа начнется онлайн-трансляция по с комментариями фредерико даниэля а пуф номинальным данным которые приходят из великобритании под этим видео есть ссылка на онлайн-трансляцию поэтому будет вас также приглашаю ну и желаю всем хорошего торгового дня и увидимся уже завтра всем спасибо и до свидания